И снова всем welcome! Это снова я, Дэнджи Пи. Сегодня у нас хорошая погода, мы находимся в террасе Моли. И покажу я вам сегодня, немного расскажу про новые японские модели, которые Toyota произвела последние два года. Начнем мы сегодня с Prius. Новый Prius, конечно, выглядит офигенно. Я считаю, это один из самых удачных дизайнов для Prius. Он даже выглядит поинтереснее, чем Toyota Crown, которая здесь тоже присутствует. Видите, здесь LED-овская оптика стоит, диски хорошие уже. Это, кстати, он PHEV, просто гибридная. Кстати, рукоятки нету, свинтил кто-то, видимо. Диски 20-е, по-моему, или 19-е. Здесь обвес, кстати, для них есть тоже, этот TRD. Toyota Racing Development называется. Вот как он сзади выглядит. Prius, да. А, это Toyota Corolla Cross. Новая Corolla. Вышла буквально тоже недавно. Мы находимся в Трессе Юхугама. Кстати, те, кто смотрел, вот недавно в Японию приезжала Настя Чпек, как ее канал называется. Она была, кстати, именно в этом же моле, в этом же автосалоне. И снимала тоже вот эти машины. Ну да, неплохой такой Toyota Corolla. Пришли в зону как раз Toyota 86. Ну, это тюнинг просто. Она старая уже модель, как бы, ей лет 7, если не больше. Тут же также стоит Supra 70, 80 и новая, которая сделана в подобии Z4 BMW. Двигатель даже находится здесь. Глушители всякие можно установить дополнительно. Вот это тут водопроводная труба. Реально здоровая. Наверное, сантиметров 13, может. Да, 12. В диаметре. Вот, кстати, здесь тренажер. Можно так хорошо потренироваться. Я думаю, это для игры прям самая-то вот такая рама и сиденье автомобильное. С педалями. Надо домой съесть вот такой поставить. Ярис. Кстати, хорошая модель Яриса. Очень быстрая Toyota. Такая двухдверная купешка. Внутри они тут ковши стоят. Классно. Вот, кстати, новая Camry, если кто не видел. Два с половиной литра стоит 5 лямов. Там внутри, кстати, интересный багажник. Ну, такой себе средненький. Не сказать, что большой. Диски. Диски тоже неплохие. Она гибридная установка стоит. Crown, кстати. Ну, не знаю. По мне, так Prius получше выглядит, чем Crown. Написано, что это машина для выставочная. Там внутри салон все закрыто. Вот диски у него так выглядят. Спереди. Ну, такая себе. Кстати, мне больше нравится Prius в этом плане. Вот из новых дизайнов. Это Voxi. Популярная модель среди японцев. Семейный автомобиль. Я тоже хотел себе присмотреть какой-нибудь тоже семейный автомобиль. Типа Voxi или там Sirena. Vailfire или Alphard. Смотреть там внутри в салон, в принципе, красиво. Сзади выглядит тоже неплохо. Это вот он открывается. Еще одна Voxi стоит. Да, неплохо выглядит так. Черненькая. Стоит 3 ляма йен. Ну, где-то если со всеми вещами, то где-то 4 выходит в общей сложности. Это где-то 2 миллиона рублей. Но... Ной. Не знаю, Ной. Он попроще, чем... Попроще, чем Voxi. Салон уже такой. Простенький из ткани. Внутри. Большой экран, как бы, хорошо. Сверху тоже вот телевизор для детишек там сзади включить, посмотреть. Но сзади зато места совсем нет. Если эти еще складываются, еще он более-менее нормально. А если они не складываются, то... Ну, точнее как, вот они же, по идее, должны прямо вот сюда вот в нишу складываться. И фиксироваться вот кверху, крепления там какие-то или сбоку, вот здесь вот какие-то, да, защелки. Тогда, да, еще нормально, можно там что-то погрузить. Но, опять же, ничего длинного, типа холодильник сюда уже хрен бы затащишь. В этом плане, конечно, вот типа ХС будет классным. Это такой кемпинговый вариант ХС здесь выставлен на показ. Здесь столик, стулья, вернее диваны, с которые превращаются в кровать. Если их, видимо, сдвигать, этот столик тоже убирается. Там всякие регулировки, лампы, свет, подсветка сверху идет. Панель, кстати, вообще ничем не поменялась. Ну, как бы, как выпускался она лет 10 назад, так и сейчас. Очень простая, утилитарная. Ну, совсем не для... Как сказать, не для удобства. Здесь спереди сиденья такие себе не очень удобные. Я бы не стал брать такую машину, если честно. Даже для кемпинга уж лучше взять, ну, тот же Нох или Вокси. И переоборудовать сзади для этого. Ну, тут как бы, да, все такое миниатюрное, вообще детское просто. Для детей реально. Для детишек. Жирафы здесь, вон. Прикольно. Вот это прадик. Новый. Там наверху сырок сидит. Или кто это? Да. Прада с дизайном от 300-го Крузака. Здесь уже вырезает этот вот углубление над капотом. Вот это среднее. Про это я говорю. Цвет. Цвет жемчужный этот. Перламутр. Перламутр. Прадик неплохо выглядит, конечно. Да. Ну, в целом, как бы, не особо поменялся. Я думаю, те, у кого был Иван Крузер Прада, знают его сразу же. Здесь с этой стороны стоит Харьер. Ну, Харьер тоже стандартный модель. Вот это мне интересует. Альфард новый. Новый Альфард. Велфайр. Это 23-го года выпуска. Вот это вещь, конечно. У него и дизайн новый внутри. Салон. Сиденье уже поднимается, уже впритык здесь. Кстати, немного уменьшили место. Было больше. Мне кажется, сиденье переднее, это жесткие для, типа, экзекритив лаунч. Я думаю, надо нажать вот эту кнопочку у нас. Но фонари у него, конечно, выглядят классно прям. Новые фонари на Альфарде. Доводчик ставить, все дела. Вот эта машина вещь. Такое для семьи прям вообще идеально. Здесь всякие у него подсветки, логотипы. Можно заказать себе всякие дополнительные управления сюда. Это выставочный образец. Как бы здесь ничего нет такого. И все по-дешевому, по-дешманскому выглядит. Но вот этот пластик и вот эта вещь, она меняется потом на... Ну, вот как у Toyota там под дерево. Есть такая... Экран огромный прям вообще. Ну-ка, заценим. Да, дюймов, я не знаю. 12-13 дюймов. Здесь панель управления. Стаканники. Ручка КПП. Автоматическая здесь стоит. Сос, вызов, всякие закрытия, открытия. Дверь отключить, включить. Ну, вот руль какой-то прям мелкий. Ну, вот посмотрите. Вот моя рука. Руль прям какой-то спортивный. Прям какой-то даже. Тут джестики, все дела, установка. Также открытие вот этого бардачка с двух сторон. Ну, да. И стоит зарядка, HDMI тут. Все дела. Да. Машина, конечно, вещь. Если такую себе брать для семьи, думаю, нормально. Кстати, сколько она сейчас стоит? Сейчас посмотрим. 5. 5,5 она стоит. Это в базовой комплектации, я думаю. Спереди вот так выглядит. Да, спереди неплохо выглядит. Я думаю, узнаются черты Альфарда. Более высокий капот встал практически до пояса. Вот у него Альфард и Велфайр. Велфайр, кстати, попроще стал выглядеть. До этого он чем-то отличался. Сейчас у них практически различий нет. Только в передней решетке радиатора. Здесь вот эта дверь, тут все дела. Сядем, посмотрим, что здесь. Вот здесь всякие. Да, тоже здесь панель для приборов должна быть. Да, руль, конечно, маловат немного, но такой более спортивный. Здесь круиз-контроль, я думаю, для тоже захват полосы, удержания. Впереди идущие машины, все. Старт-стоп здесь. Ну, как-то внутри все более сделано прям узко, прям. И вот сидишь, ногами упираешься. Панели здесь все это как-то очень... У заховода маленькие. Ну, полностью электрическое сиденье на этих самых... Здесь, кстати, у него должна быть эта подножка выезжающая. Мы сейчас проверим. Смотрим. Вот она, да, выезжает снизу. Для детей специально сделанная. Подсветка не работает, да. Вот, когда ее закрываешь, она уезжает туда. Да, вот эта машина-вещь. Остальные, ну, я так считаю, для семьи вот идеальный самый вариант. Для семьи подходит это Альфар. Да, конечно, в Японии, если покупать, он стоит там 5 лямов. Вот, ну, это за год, за два можно накопить, поэтому вообще не проблема. А если где-то за границей, то, ну, да, он будет стоить где-то лимонов 10 рублей. Кемпер Хайс. Кстати, вот насчет цены кемпера, вот вообще Хайс, да. Вот этот Хайс по цене будет стоить, как тот Альфар. Как новый Альфар. 5 миллионов будет стоить новый Хайс вам. Вот серьезно, я не понимаю, за что такие деньги. Там вообще внутри ничего нету. Не то, что современных каких-то технологий, а просто даже материалы дешевые, самые простые. Вот такой вот небольшой обзор автомобилей Toyota. Toyota новых моделей, которые будут выходить вот буквально в этом году, в следующем году. Вот здесь, кстати, Exclusive Edition показан, Альфард. Комплектация Z, это золотой такой цвет, немного светло-коричневый такой, бежевый будет. Волфаер показан, да. Данные модели пока еще не продаются. На них можно сделать предзаказ в Японии. Если вы живете в Японии, они принимают предзаказы. Но производство начнется только, ну, в этом году, в конце. Потом, возможно, к следующему году они выпустят его. Вот краунные Prius'ы сразу можно купить из автосалона и прям на них же уехать без проблем, потому что их много в Японии. Да, здесь такой интересный дизайн. Там наверху стоят, кстати, кресла игровые. Вот такой вот небольшой обзор автомобилей Toyota. Новые, новые модели. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании, где я буду публиковать все изменения на канале и также новые видео. Все. Всем спасибо. До новых встреч. Увидимся.